Теперь нам нужно собрать весь наш цветок гиацинта. У гиацинта довольно-таки широкая, такая толстая ножка, поэтому можете использовать любую проволочку потолще, например, алюминиевую с сечением 6 мм. Я взяла такую проволочку длиной 30 см, так как хочу, чтобы мне еще хватило сделать такое колечко, чтобы было легко гипсовать, заливать алебастром. То есть я так понимаю, что цветочек будет примерно 20 см. Для того, чтобы здесь был ствол у цветочка немного потолще, а здесь для сборки было более удобно, более тонкая часть, я зачищу примерно 5 см этого провода. Вот таким образом можно кусачками пройти по кругу и убрать вот эти лишние 5 см. Таким образом верхушка будет более аккуратная. И выбираем цветочек на верхушку. Все вот эти цветочки мы расправим уже в готовом варианте, когда будет весь наш цветок собран. Сейчас нам нужно собрать. Я беру один из цветочков, который я подготовила. На верхушечку он у меня пойдет. И вот таким образом примерно я буду его фиксировать. И вокруг него у меня будет еще 6 цветочков. То есть на самый первый ряд, на самый верхний ярус у меня будет 7 цветочков. Один центральный и 6 вокруг. Так как это будет самая узкая часть цветка, верхушка, то мы можем выбрать те 6 цветочков, у которых наиболее маленькая ножка. То есть чем дальше цветок будет к центру находиться, тем дальше от основания он должен быть. То есть соответственно мы будем вот так его изгибать. И здесь остается маленький кусочек. Вот поэтому я сейчас возьму 6 цветочков, у которых самые маленькие и тонкие ножки. Первый цветочек мы можем уже зафиксировать, чтобы от него уже смотреть нужный размер. Собирать я буду тейп-ленты зеленого цвета. Вот таким образом затягиваю тейп-ленту. И прокрутив примерно 2 см, я ее обрываю. Теперь нам нужно примерить, на каком расстоянии нам нужно согнуть ножку цветка. То есть прикладываем и смотрим, как вы видите верхушечку. Насколько она должна быть пушистая. То есть вот примерно в этом месте я сгибаю ножку цветка. И таким образом поступаю со всеми 6 цветочками. Примерно на одном расстоянии. Укладываю. эти цветочки по кругу. Примеряю. Если меня уже размер устраивает, то сразу же фиксирую тейп-лентой. Мне кажется, что в гиацинте главное не сплести эти цветочки, а главное их зафиксировать, чтобы цветок был очень красивым и аккуратным. то есть, я думаю, что в этом месте я покажу. Продолжение следует... И последний в этом ряду цветочек. Вот таким образом я собрала 7 первых цветочков. Получается вот такой ровненький кружочек на верхушке, на макушке. И далее мы можем собирать следующие ряды цветов. Следующий ряд и все остальные будут состоять из 8 таких цветочков. Сейчас нам нужно выбрать 8 следующих цветочков. Примерить на каком примерно расстоянии они должны находиться. То есть все это на ваше усмотрение. И примерно согнуть эти цветочки в этом месте. Вот эти цветочки первого ряда я изгибала не под прямым углом. То есть угол немного туповатый. Для того, чтобы цветочки как бы смотрели вверх. С каждым последующим рядом угол становится более прямым. Но еще не прямой пока. Для того, чтобы именно найти то место для этого цветочка. Чтобы он вплотную подошел к первому ряду. То есть просветов между цветочками у нас быть не должно. То есть мы вот ищем лепесток. Куда ему встать. Где у него есть свободное место. И вот таким образом как бы немного на расширение идет наш бутон. И вот таким образом я сейчас изогну еще 8 цветочков. Примерно на таком расстоянии. Но не под прямым пока углом. Нашли место для следующего цветочка. И начинаем его фиксировать. Если тейп-лента у вас рвется, то можете сложить ее пополам. Ищем место для нового цветочка. Давайте. Давайте. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 его ищем место более удобные и сгибаем под прямым углом ножку выбирая для него место куда он хорошо подойдет и начинаю фиксировать и таким образом я сейчас уложу зафиксирую 8 цветочков 4 ряда вот 4 ряда цветочков и у меня осталось 8 цветочков на последний ряд если вам кажется что размер вашего цветка еще маленький то есть доплетайте еще столько рядов сколько вам нужно по 8 цветочков на каждый ряд я сейчас сделаю последний пятый ряд и посмотрю если не захочется то я наплету еще 8 и если вы делаете уже последний заключительный ряд то можно как бы цветочки сделать как бы закругляя к низу то есть вот этот наш бутончик немного закрывается к низу то есть расположить цветок не вот так в прямом направлении а немного вот под таким наклоном его расположить чтобы шапочка была более такая аккуратная закрытая я зафиксировала шестой ряд состоящий также из 8 цветочков и решил доплести еще один ряд цветочков что был завершающий седьмой то есть я буду использовать 47 цветочков я добавила еще один ряд из 8 цветочков получилось 6 рядов то есть первый ряд это макушка из 7 цветочков и еще раз два три 4 5 рядов по 8 цветочков вот так выглядит снизу видно все соцветия и я здесь закрепил тейп ленты но мне не очень нравится вот этот переход то есть от толстого к тонкому слишком сильно это заметно мне хочется немного выровнять для выравнивания я буду использовать белый малярный скотч я сейчас вот в этом месте перехода от толстого к тонкому зафиксирую все малярным скотчем чтобы набрать нужную толщину и вот так немного спускаюсь вниз думаю достаточно потому что дальше уже пойдут листики и теперь уже можно замаскировать все зеленой тейп ленты поднимаясь опять к верху где у меня начинается тейп лента и постепенно спускаюсь вниз здесь вот уже по уже часть потому что здесь будут листики уже крепится и вот подготовленные листики у гиацинта более крупные листья снаружи и более мелкие направлены внутрь попробуем расположить их маленький и как бы немного сверху накладываем большой вот таким образом попробуйте распределите по всей поверхности стебли листики так чтобы они находились примерно со всех сторон охватывали цветочек маленькие внутри вот примерно таким образом я сейчас зафиксирую все листики можно по одному можно сразу по два фиксировать как вам удобнее и старайтесь вот таким образом его обжимать вокруг стебля и фиксировать и фиксировать вот тут мы comprendre листики или гиацинт выходят как бы из одной точки то есть вот здесь у нас заканчивается луковичка и все они выходят из одной точки то есть все листики должны находиться примерно на одном уровне и все листики и последний большой листик я накладываю сверху таким образом как бы закрывает все маленькие вот таким образом я зафиксировала листики вот здесь у основания можно как бы их вот так поджать чтобы они обняли стебель и примерно вот таким образом выглядит цветок уже полностью собран расстояние от начала соцветий до начала точки роста листьев примерно 5 сантиметров но все это можете сделать на свое усмотрение то есть листья могут быть и больше размером и меньше дальше если посмотреть разные фотографии гиацинта то можно увидеть что сажаются они разным способом то есть какие-то цветочки сажаются таким образом что здесь видна луковичка какие-то цветочки посажены в землю таким способом что луковица не видна если вы хотите чтобы у вас была видна луковица то самый простой способ это сделать это здесь увеличить чем-то придать такую форму луковицы например тем же самым малярным скотчем либо нитками намотать и уже сверху набрать на проволоку либо на нить бисер подходящего цвета под луковицу то есть там не один оттенок идет а уже несколько и клеем можно зафиксировать наложить кругами на эту луковичку и зафиксировать как бы обмотать я не хочу свой цветок делать с луковицей поэтому я просто посажу его в горшочек с алебастром вот до этого места то есть слегка прихвачу вот эту нижнюю часть листиков для этого я возьму вот такой простой пластиковый стаканчик и сейчас нужно будет отмерить то расстояние проволочки который будет находиться в стаканчике то есть примерно вот таким образом я буду заливать вот в этом месте я буду сгибать проволока у нас достаточно упругая сгибается тяжело поэтому можно воспользоваться пассатижами цветочек стоит я могу спокойно его поместить в алебастр как заливать алебастр вот в такие стаканчики с дырочками я уже показывала видео когда делала кактус то есть я укладываю на дно кусочек фольги сверху какую-то подложку например кусочек утеплителя и таким образом алебастр туда не протекает здесь внизу видна фольга и выглядит достаточно аккуратно и сейчас я как раз залью алебастр в этот горшочек и зафиксирую там цветок я залила цветочек алебастром он застыл и уже в качестве украшения я приклеила цветные камушки как мы видим из-за того что основа листиков довольно упругая проволочка они очень хорошо держатся не падают я их нигде не проклеивала то есть все эти листики не приклеены они сами по себе так держатся и когда уже все готово и застыло можно придать окончательную форму всем цветочкам то есть у гиацинта если посмотреть у настоящего у него не идеально ровная здесь поверхность то есть некоторые лепестки немного торчат в разные стороны поэтому нужно взять что-то острое например какое-то шило и вот таким образом некоторые лепесточки отогнуть чтобы он был немного попушистее и таким образом можно придать форму если какой-то цветочек сильно углублен туда внутрь аккуратненько за него потянуть а какой сильно торчит немного его поджать таким образом чтобы форма была со всех сторон ровная и аккуратная высота готового цветка 22 сантиметра если вы наплетете большее количество рядов то и цветок ваш будет выше здесь можно приклеить мох или сизаль все на ваше усмотрение можно вот такие камушки как вам больше нравится спасибо за внимание всем творческих успехов